Известные фразы из кинематографа Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал SpeakEasy Сегодня вторая часть выпуска про известные фразы из кинематографа Они очень популярны в повседневной жизни, да и вообще, знаете, поскольку львиная доля этих фраз Пришла из того лампового кино, выпуск еще и в каком-то смысле ностальгический, ламповый, душевный Поехали, come on! Начнем с достаточно попсовенькой, но при этом страшно популярной фразы из вселенной Звездных войн May the force be with you May the force be with you Аж с 1977 года эта фраза является идеальным пожеланием счастливого пути или просто удачи Я много раз ее слышал от коллег в США, когда передо мной ставили очень какую-то сложную задачу Например, выезжаем мы с юным оператором на кровавые беспорядки в Балтиморе И более опытный коллега говорит этому молодому, а он просто прям сытся от ужаса May the force be with you А в ту самую ночь, когда Америка выбрала Дональда Трампа в качестве президента Один мой коллега, ярый демократ и поклонник повстанцев и джидаизма Сказал грустно так с выдохом May the force be with us all May the force be with us all В оригинальной киновселенной Звездных войн фраза May the force be with you звучала 16 раз в 7 фильмах В наши дни она звучит и в сериалах на основе вселенной Звездных войн Например, в Мандалорце или в Обивании Кеноби Но кто же произнес эту фразу впервые? Кстати, отличный вопрос был бы для квиза Причем в данном случае нужно обладать реально энциклопедическими познаниями вселенной Звездных войн Нет, друзья, это был не культовый там Люк Скайуокер или Обиван Кеноби или Принцесса Лея Крестным отцом фразы May the force be with you является почти непримечательный Хотя очень пышно бородатый второстепенный персонаж генерал Ян Додонна Наверное, молдаванин Произошло это в самом первом фильме эпопеи Ну, с точки зрения хронологии выхода серий И исполнил это мало кому известный актер Алекс Маккриндл Объясняя устройство Звезды Смерти Этот седовласый бородач Очень, кстати, похожий на рекламное лицо одного сотового оператора В конце произносит Не думаю, что есть много таких, кому нужно объяснять, что именно такое сила Хотя, с другой стороны, ну есть же такие люди, как я, которые не смотрели, например, Игру Престолов Но если совсем вкратце, без объяснения темной и светлой стороны силы Этот генерал просто банально пожелал своим бойцам-повстанцам удачи перед сложной битвой в воздухе И, как мы знаем, довольно удачно пожелал, несмотря на то, что сам в итоге погиб Звездные войны — это эпический сценарий, невероятные драматические повороты, крутые спецэффекты, потрясающие актеры Но это еще и смешение мировых культур Создавая этот пестрый мир, Джордж Лукас просто по крупинке черпал из мировой культуры и истории Например, джедаи и бравые девчонки-джедайки — это прямая отсылка к японской культуре самураев А злодеи-ситхи, и не надо их путать с улыбчивыми сикхами в своих челмах Это вообще гремучая смесь всего Их идеология — это микс из макьявиализма, бушидо, средневековых рыцарей И даже сверху немножечко Лукас присыпал стружкой философии Ницше Так вот эта фраза «May the force be with you» не просто так появилась на свет Как известно, Джордж Лукас рос в очень религиозной семье Разумеется, он каждое воскресенье ходил с родителями в церковь, где частенько слышал фразу «Dominus vobiscum» Которая на английский переводится как «May the lord be with you» — «Да пребудет с тобой Всевышний» Годы спустя Лукас вот именно так ее перенес на экран Что говорит о том, что его посещения церкви не были каким-то травматичным опытом А наоборот, он сохранил добрые воспоминания об этих походах Есть еще один забавный факт, который вы, возможно, не знаете про эту фразу Иду я как-то раз в теплый майский денек по Манхэттену в Нью-Йорке И вижу чувака в футболке Дарта Вейдера Тут к нему подходит такой довольно возрастной седовласый бомжик И говорит «May the force be with you» Сначала я подумал, ну бомжик, наверняка у него нет зубов, он просто шепелявит И он не смог произнести «May the force be with you» и сказал «May the force be with you» Но придя в офис, я услышал, как эту фразу между собой произносят коллеги И понял, что это не похоже на какой-то всемирный заговор без зубов Оказалось, что фанаты «Звездных войн» на протяжении десятилетий, именно 4 мая Празднуют день «Звездных войн» Наряжаются, собираются на конференции, косплеят максимально В общем, проводят максимально звездно-войновые дни И кажись, какого хера 4 мая? Ведь киноэпопея, сама первая ее часть «Новая надежда» вышла на экраны 25 мая 1977 года А папашка «Звездных войн» Джордж Лукас появился на свет 14 мая 1944 Почему же 4 мая? Ну, начиналось все с того, что просто по созвучию May the 4th, May the 4th Так и решили, что именно 4 мая нужно праздновать А в 2019 году на уровне штата законодатели Калифорнии Вообще узаконили этот праздник Он празднуется официально в южном штате США Ну, как обычно в Америке не просто так, все бывает Они приурочили именно законопроект к открытию нового крыла Лос-Анджелесского Диснейленда, посвященного целиком «Звездным войнам» Но забавно, что именно эту итерацию May the 4th be with you Впервые произнес на свет не какой-то там гик-любитель «Звездных войн» А, вдумайтесь, консервативная партия Великобритании 3 мая 1979 года на выборах в Великобритании победила Маргарет Тэтчер Которая, кстати, вполне бы могла сыграть императора Палпатина Так вот, Тори опубликовали 4 мая 1979 года Сообщение в местной газете London Evening News С таким громким призывом May the 4th be with you, Maggie Возможно, именно так эта шутка консервативной партии Великобритании И закрепилась в головах у гиков «Звездных войн» Ну, кстати, приверженцы Вейдера, «Темной стороны» и прочих там печенек Тоже празднуют свой день У них тоже есть свой праздник На день позже, чем у повстанцев Они празднуют его 5 мая И называют его «Revenge of the Sith» Ну, то есть, игра слов от фильма «Revenge of the Sith» Следующая крутая кинофраза, ставшая крылатой Тоже немножко нафталиновой, но от этого она не менее крутая Говорить ее надо с максимально серьезными, такими стиснутыми, напряженными щами Потенциально опасной ситуацией Но когда ты точно уверен, что ты победишь Go ahead, make my day Друзья, ну это просто какой-то тестостероновый взрыв И все благодаря легендарному Клинту Иствуду Который к 1983 году уже повесил пончо и ковбойскую шляпу на гвоздь И прочно превратился в грязного Гарри Каллахана Так вот, в одном из фильмов этой эпопеи про брутального копа Гарри Под названием «Внезапный удар» Он заходит в любимую кофейню, взять кофейку И попадает на ограбление Не дрогнув ни одним мускулом лица Грязный Гарри из своего Смит Инвессона Кладет всех грабителей, кроме одного, который берет заложницу Гарри направляет ему пушку в лицо Камера наезжает на его мужественные щи И он произносит эту фразу Go ahead, make my day Ну понятно, что грабитель обосрался, убежал Девушка спасена, Гарри герой В русском прокате примечательно Эта фраза звучала довольно забавно Валяй, порадуй меня Да-да, произносить надо именно так Можно даже зажать нос Валяй, порадуй меня, оболенок В США она стала мегахитом 80-х Но до сих пор она в целом в ходу Используется исключительно тогда, когда ты хочешь четко дать понять своему визави С тобой шутки плохи Можно использовать на работе Например, говорят тебе I have a task for you It's quite complicated Are you sure you can handle that? Go ahead, make my day Ну и, естественно, можно использовать, когда тебя кто-то призывает выйти из бара и поговорить на улице Да, ну че, погнали, да, я? Забавно, что автором фразы считают сценариста Джона Миллиуса Хотя были многократные попытки у одного из бывших сценаристов присвоить эту фразу себе Чарльз Пирс, сценарист, который работал над одной из ранних версий сценария Ну, просто бил себя в грудь кулаком и говорил, что это именно он придумал эту фразу И более того, даже говорил, что так ему в детстве говорил его отец Но лжеавтора разоблачил в том числе и сам Клинт Иствуд, который как-то раз в интервью сказал, что четко видел, что эту фразу придумал именно Джон Миллиус Наверное, самый известный случай применения этой фразы в некий ношной жизни Это обращение президента Рейгана в тех еще лохматых 80-х к Конгрессу В 85-м году нерадивые конгрессмены решили неожиданно поднять налоги для всей Америки На что Рейган мужественно и сурово мещами произнес Ну, мол, давайте, попробуйте, поднимите налоги Он еще и добавил, что его ручка, которую он готов витировать их предложение, их законопроект, уже у него в руке И еще один, друзья, ультра-угарный факт про это выражение Настолько оно было популярным во всем мире, что доползло аж до Кении Правда, как это часто бывает в Африке с английским языком, там это выражение неправильно расслышали Уже в 90-х на улицах Найроби в кенийском уличном сленге появилось выражение Именно так кенийцы расслышали фразу Означало оно, конечно, такого супермена, тавгая, слабоумие и отвага И уже спустя годы, в 2010-х, это выражение даже было персонифицировано Оно превратилось в супергероя по имени Макменде Но он, конечно, такой более комичный персонаж И все это случилось благодаря группе Just a Band Помните, друзья, такой известный мемасик, когда сидит собачка в доме, пьет кофе А вокруг горит крыша, горят стены, в общем, и собачка говорит, типа, все нормально Ну, в конце этого мема, кстати, собачка в итоге и сгорает Очень популярен был этот мем во время сложных политических перетурбаций в США после 2015 года Осознанно он был в 2013 году художником Кейси Грином И был просто частью обычного такого веб-комика Чему я все это? Есть на самом деле фраза в кино, которая на 40 лет старше этого мема Но, по сути, означает то же самое There is only a flash wound Из кинофильма «Монти Пайтон и Священный Грааль» 1975 года Пайтоновцы, ребята, вообще бравые Они, по сути, породили целый новый жанр комедии в кино Под названием «Абсурдизм» Огромный привет Лёхе Бигге из Коммент Шоу Королю абсурда в современном Ютубе Друзья, мы в городе Санкт-Петербург Или, как говорит Алексей Рашевский Санкт-Петербург Сегодня играет ЦСКА и Зенит Или, как говорит Константин Генич Зенит! 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 Эта шутка действительно очень абсурдно английская Два рыцаря, король Артур и темный рыцарь Бьются на мечах не на жизнь, а на смерть И Артур начинает постепенно отрубать этому темному рыцарю разные конечности Он отрубает ему руки, но рыцарь продолжает биться И пытается отвесить Артуру пинка по сраке И в этот момент Артур говорит, типа Остановись ты что, у тебя уже рук нету На что рыцарь ему и отвечает Мол, ты мне просто тут кожу содрал, ничего страшного А Артур ему говорит Чувак, ты что, ты меня просто сейчас кровью что ли зальешь? Ты уже не можешь драться, остановись, все, я тебе жизнь сохраню Один из Пайтоновцев Джон Клис рассказал, что на внедрение этой фразы в сценарии Священного Грааля Его побудила античная история Он хотел этой фразы высмеять постулат из античной истории Который с детства самого казался ему абсурдным и абсолютно сюрреалистичным Что если ты не сдаешься, то ты никогда не проиграешь Эта идея якобы произросла из мифа о древнегреческом борце Орихионе Двухкратным победителем античных олимпийских игр Который свой последний бой выиграл, умерев Его последний оппонент, согласно преданию, ударил два раза по полу Тем самым показал, что он сдается Но оказалось, что удушающий Орихиона это не более, чем его предсмертные конвульсии То есть ему подарили оливковую ветвь победителя уже посмертно И таким образом Орихион стал прообразом, прародителем известного выражения Never give up Я вот вообще не знаю, что этот Клис докопался до этого выражения Может он просто за барсу болеет Так или иначе, через этого черного рыцаря, который уже с отрубленными руками все равно не сдавался И пытался всыпать Артуру Пайтоновцы как раз и посмеялись над слабоумимой отвагой В фильмах пайтоновцев огромное количество очень таких известных крылатых цитат Но это, пожалуй, самое известное Она до сих пор активна в ходу в повседневной жизни Этой фразой ты как бы принижаешь степень происходящего Например, бравада на свидании Ну, представьте такую картину Пришел ты с девушкой на свидание в ресторан, а официант на тебя уронил полный поднос еды И вот ты сидишь такой, у тебя там в плече кусок тарелки торчит, в голове вилка У девушки глаза полные ужаса, а ты просто такой It's only a flash wound Понятное дело, что это выражение можно применять вообще к любой ситуации В том числе и понизить трагичность момента Кстати, аккурат перед произнесением этой фразы It's only a flash wound Черный рыцарь уже без рук произносит еще и другую фразу Мол, просто царапина И многие эксперты считают, что это тоже аллюзия пайтоновцев И это аллюзия к великому Билли Шекспиру Потому как персонаж Меркуцио из Ромео и Джульетты Умирая говорил I, a scratch, a scratch A scratch, a scratch Продолжим ламповый трип по кинофразам Еще одной замечательной цитаты Из шедевра черно-белой голливудской комедии По совместительству еще и ярким примером того, как работают горе-переводчики И как не надо переводить название фильма Конечно же я говорю про Some Like It Hot 1959 года, которое вышло в советском кинопрокате с названием В джазе только девушки Я, честно, долгие годы недоумевал Ну, то есть мне было непонятно, когда я только начал изучать английский язык Почему Some Like It Hot перевели как в джазе только девушки Но потом, конечно, я понял, что именно мешало Сначала это был серый кардинал ЦК КПСС Суслов Который категорически не любил американские фильмы И вообще не пускал этот фильм в советский прокат Пять лет спустя, в 64-м году, Суслов был уже, ну, как бы не удел Этот сусловский барьер был пробит И фильм таки был куплен для советского проката Но тогда за дело уже взялись цензоры Которые и придумали такое странное название Не только они назвали безобидно фильм Они еще и вырезали все интимные сцены Например, сцены поцелуя Мерлин Монро и Тони Кертиса Конечно, в стране не было секса и поцелуев А детей у нас, конечно же, приносили аисты в капусте При этом забавно, что цензоры вырезали поцелуи Но при этом не вырезали самую главную фишку фильма Что весь фильм два мужика переодеваются в женские платья и рассекают И самое главное, они не вырезали ключевую фразу Которую, ну, если так подумать, можно понять очень по-разному В самом конце фильма Дафна в исполнении Джона Лемона Говорит влюбившемуся в нее миллионеру, там, мультимиллионеру Филдингу Озгуду Третьему Что, ну, не можем мы с тобой пожениться Я мужчина Дафна срывает парик А Филдинг совершенно невозмутимо отвечает Ну да, никто из нас не идеален Но эта сцена считается идеальной концовкой для кинокомедий До сих пор Потому как ты выходишь из кинотеатра И у тебя остается вот это послевкусие именно от последней фразы Но, если так подумать, фраза-то очень двусмысленная Просто посмотрите на выражение лица обоих персонажей Это супер смешно и супер комедийно А уж о всяких смыслах Додумывайтесь сами в меру своей собственной испорченности Тем не менее, поколение американцев гоготали именно над этой фразой Потому что она последняя в фильме, выходя из кинотеатров Ну и, понятное дело, она плотно прижилась в нашей повседневной жизни Особенно в ситуациях, когда ты хочешь как бы загладить свой косяк Мастер Смит, why did you get drunk last night? Well, nobody's perfect Фраза для своего времени стала прогрессивной для многих борцов за права Ну, а в наше время стала просто мемом А сам фильм занял прочное место в списке классики Голливуда И даже выиграл Оскар С мимимишечной комедией к суровому психологическому триллеру С намеками на каннибализм Фильм «Молчание ягнят» 1991 года считают не только шедевром кинематографа Но еще и лучшей ролью Сэра Энтони Хопкинса В один из визитов тогда еще молоденькой Джоди Фостер, а.к.а. Кларисы Старлинг Доктор Ганнибал Лектор заявляет Однажды меня пытался опросить агент по переписи населения Я съел его печень с бобами и кьянти Но, друзья, это чистый персонифицированный ужас А какое невероятное исполнение Я помню, когда я первый раз смотрел еще в совсем юном возрасте Мне прям страшно стало Мне захотелось куда-то убежать и спрятаться под кровать Там много фраз в этом фильме Но почему-то именно это стало самой популярной Ее даже стали наносить на футболки Прикиньте, так приходишь на работу там, я не знаю Клерком в банке или кассиром в Макдон... Вкусные точки Таишь такой в футболке, я съел его печень Вкусно и почка Не сказать, чтобы эта фраза стала прям супер-мега-хитом в повседневной жизни Но иногда, особенно в сети, особенно в онлайн-играх Ты можешь услышать ее такую короткую версию Просто фава, бинз и кьянти Контекст простой Ее можно вкинуть, когда ты одержал какую-то просто безоговорочную победу над кем-то Например, раскатал в одну калитку в CSGO или в доту Как, например, Team Spirit опять победили Молодцы Есть маленький лингвистический нюанс фразы Сэра Энтони Хопкинса, доктора Ганнибала Лектора Глубокую медицинскую шутку Якобы этой фразой он намекнул к Ларисе Старлинг Что он не принимает таблетки Ведь таким психопатам, как доктор Лектор В американских психушках Обычно выдают ингибиторы Моноаминоксидазы Это такие антидепрессанты Которые обычно прописывают Именно душевнобольным И как раз при приеме вот этих вот ингибиторов категорически противопоказаны Алкоголь, печень и бобовые Неплохая такая, да? Крутая медицинская теория заговора Следующая фраза в сегодняшнем потоке кинохитов Это тоже кинохит The dude abides Большой Лебовский В исполнении главного чувака Голубого экрана Джеффа Бриджеса Или правильно сказать His dude-ness Сам фильм стал не только безусловной классикой кинематографа Но еще и суперхитом поп-арта Представляете, даже целые фестивали делают в честь Лебовски Называют Лебовский фест А его лик усатый Нанесли на такие красивые стенные картины-постеры В стиле Энди Уорхола Самый кайф фильма Большой Лебовский Или Лебауский, как было бы правильно сказать по-американски В том, что в нем не надо искать смысл Как и практически в любом фильме Братьев Коинов Не ищи смысл, он сам тебя найдет Примерно то же самое касается самой популярной фразы Из этого фильма Большой Лебовский The dude abides Она прочно вошла в народный лексикон Особенно в моменты, когда ты хочешь подчеркнуть Своё предельное спокойствие По поводу происходящей ситуации Мол, ты на 100% чили на расслабоне Или, например, показать, что ты выстоишь перед натиском любых невзгод У самого глагола to abide довольно много значений Но, наверное, самое первостепенное Это соблюдать Например, соблюдать закон Abide by the law В случае с легендарной фразой Лебовский Многие ошибочно, ну, просто перепутали Значение abide со значением слова obey Подчиняться Мол, подумали, что чувак подчиняется Ну, в каком-то смысле философском это действительно так Ведь Лебовский подчиняется невзгодам И просто смеется им в лицо Типа, мол, ну, кто вы такие? Вы меня не сломаете Ну, есть и есть Что выросло, то выросло Жизнь-то ведь продолжается И именно такое значение было заложено в уста персонажа Лебовский, братьями Коинами Которые подчеркнули, в свою очередь, такое значение из Библии Видите, не только в Звездных войнах религиозные смыслы прослеживаются Слова Экклесиаста, сына Давида из Библии One generation passes away, another generation comes, but the earth abides forever Род приходит и проходит, но земля остается вечной Как и чувак Еще один забавный факт про эту фразу, и простите за спойлер Она является чит-кодом в игре Warcraft 3 Вводишь ее и тем самым отменяешь все кулдауны у заклинаний Ну, то есть, по сути, ты можешь иметь вечные заклинания у твоих персонажей Вечные заклинания, как и сам большой Лебовский в наших сердцах Следующая фраза вполне себе неземного происхождения, но при этом часто используется на нашей грешной планете Особенно, когда ты находишься в объятиях зеленого змия Ити фон хом Классика из мимими фантастики Стиви Спилберга 1982 года Пришелец, Ити Ити фон хом Не просто так я упомянул зеленого змия Ведь сам Пучеглазый пришелец немножко зеленый и похож на змея тоже Эту фразу Ити произносит, когда он чуток подучил английский благодаря маленькой девочке в исполнении Дрю Берримор И хочет дать понять нашедшим его детишкам, что он соскучился по дому Но если улететь не получится, дайте хотя бы позвонить, изверги Мобил тогда не было, а если даже и были бы Какой там междугородний код у планеты Пучеглазого Поэтому они сами в итоге сооружают телефон С помощью которого Ити звонит таки на свою планету И в конце за ним прилетают и забирают его с этой злой, бездушной, грубой планеты Земля А миллионы школьников десятилетиями заливают пол слезами, смотря эту концовку Ох, сейчас у этой фразы очень много очень сильно неприличных значений в Urban Dictionary Я даже не буду пытаться вам их прочитать Кому интересно, сами зайдите, почитайте и ужаснитесь Они особенно ужасны, когда ты в голове держишь вот этот совершенно мимимишный образ этого очаровательного Пучеглазика А потом читаешь такое, просто хочется помыть глаза с мылом Но есть одно значение, с которым я сталкивался сам в жизни И оно достаточно забавное И я не просто так упомянул зеленого змея Ты набухался в дребезги, просто в сосиску Тебе пора домой, но ты не можешь уже говорить У тебя уже речевой аппарат сломан, и пора его продать на Авито Ты просто пытаешься дать понять своим друзьям, что, ну, блин, ну закажите мне такси уже И ты фон хом Вот так у меня один раз товарищ напился И вот именно так мы поняли, что надо его отправлять домой И последняя кинофраза в сегодняшнем выпуске, которая также может стать ступором для горя переводчика, это You had me at hello Наверное, какой-нибудь переводчик из низкобюджетного бюро переводов перевел бы ее как Ты поимел меня и привет От создателей великого threesome in простоквашина И вновь в мой кинофразный выпуск вторгается замечательный Джерри Магуайр 1996 года выпуска Ну как же это романтично, черт побери Вот Том Круз такой, типа псевдо-суровый Объясняется в любви своей девушке в исполнении Рене Зельвегер И говорит, что, мол, ты меня дополняешь, я люблю тебя На что Дороти, ну просто женщина-кремень Говорит, да заткнись ты Я в тебя влюбилась уже, когда ты привет сказал You had me at hello В обычной жизни эта фраза применяется тоже часто и даже очень часто в бизнесе Когда тебе пытаются сделать какое-то предложение Или, как сейчас модно говорить, какой-то оффер И пытаются тебя убедить в том, что это предложение надо принять А ты на самом деле уже все понял до объяснений То есть ты уже, в принципе, согласен изначально Ты можешь прервать человека Это не будет считаться каким-то там грубиянством И сказать, ну, например No need to explain You had me at hello Надеюсь, дорогие друзья, вы тоже самое думаете про мои выпуски И со мной вместе с первого Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал SpeakEasy Спасибо, дорогие друзья, что были сегодня со мной Не забывайте, пожалуйста, поставить лайк, шер, подписаться на канал Ну и, конечно же, приходить на канал SpeakEasy через неделю Как всегда, будет много всего интересного Bye-bye! And may the force be with you! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok